Официальные партнеры программы Вкусно После Великого Поста мой гость решил накормить нас сальцой, но сальца будет трех видов. Здравствуйте, в эфире программа Вкусно, и я его ведущий Ирван Борисович. Девушка, будьте добры, грудинку бескостную мне. Спасибо. Так, грудинку бескостную мы взяли, теперь мы возьмем свежую сальца. А свежая сальца буквально здесь. Девушка, здравствуйте, мне свежую сальцу, пожалуйста. Пщено. Не знаю, какое блюдо будем готовить, но уже догадываюсь. Пойдемте дальше. Ну что ж, 20-процентная сметана для моего гостя вполне актуальна будет. Возьмем сметану и пойдемте уже овощи выбирать. Свежие шампиньоны не нашел, но я думаю, что свежемороженные шампиньоны подойдут. Возьмут цельные, ненарезанные. А там мы уже посмотрим, нарезать или оставить в салоне. Ну что ж, все продукты мы набрали, а теперь направляемся на кухню. Ох, какие гости! Сегодня одни атаманы будут окружать. Уважаемые телезрители, у меня в гостях Дмитрий Брянский, атаман города Улан-Удэ. Дмитрий, очень приятно еще раз тебя здесь видеть. Значит, сегодня будем готовить чисто казачье такое блюдо. Расскажите, пожалуйста, что будем готовить, с чего начать. Все ингредиенты, которые ты попросил. Я все взял, буквально, даже еще и лишенький такой солененький сальце взял, потому что что-то тема, я вижу, с салой связана. Но раскройте этот секрет, что будем готовить. Мы будем готовить казачий кулеш. Это очень, так скажем, древнее блюдо. Оно зародилось в Запорожской Сечи. Как известно, женщин туда не допускались. Казаки готовили себе сами. Был повар, который готовил для всех казаков. И он был обязательно лысый, потому что, чтобы волосы не падали в блюдо, я не буду нарушать, как бы, традицию. Вы сегодня специально построили себе причёску. Нет, это моя прическа. Ну, давайте спрячем сюда. Вот. Это постоянно ваша причёска? Или вы сегодня специально так подготовились, так прямо это? Ну, ладно, это уже радует, что вы душой прямо сегодня будете готовить. Дмитрий, на самом деле, честно, я признаюсь, сегодня я первый раз буду готовить с тобой вместе пшено. То, что ты попросил, я его уже заранее замочил. Правильно. Спасибо. Вот. Почему первый раз? Просто я его не ем, ни разу не употреблял. Поэтому я знаю, что это седобно, из него делают и каши, и супы, там, всякие разные блюда. Но сегодня вот мне, вы приготовите вкусное такое блюдо, и я обязательно попробую. Ну, с чего начнём? Давайте начнём с приготовления нашего кулеша. Существует два вида. Это, так скажем, кулеш береговой. Это вот когда после, скажем, похода казаки пришли домой и могут себе позволить уже такую более жирную пищу, да, которая готовится более медленнее. Есть ещё, так скажем, полевой кулеш, где использовалась в основном эта вяленая рыба. То есть она тоже пшено. Почему пшено? Потому что это злак, который обладает большим количеством микроэлементов, и он очень полезный. То есть казаки брали с собой, даже вложили с собой в поход, могли съесть горсть, и этим самым пополнить дневной баланс. Давайте начнём уже готовить, потому что мои телезрители уже ждут, не дождутся, когда наш Дмитрий скажет, из чего начать. Мы начинаем разогревать наш, скажем так, казан. Пусть будет казан. Пусть будет на сегодняшний день это казан. Хорошо. Обычно кулеш готовится, конечно, на костре в казане. Дмитрий, ну что ж, я сюда добавляю воду или что-то такое, или масло. Для начала нам нужно нарезать свежего сала. Сало. Можно использовать также сиреную брушину, то есть где есть ещё элементы мяса. Ну понятно, в прослойке, да? Да, да. Ну сегодня, раз есть сало, значит мы будем его использовать. Дмитрий, смотри, ну пожалуйста, можешь выбирать, с какой. Вот это для мяса как раз вот правильно выбрали. И что? Мы режем сало кубиками, для того, чтобы получились так называемые шкварочки. Шкварочки. Да. Поэтому мы нагреваем, да, его? Мы нагреваем наш казан. Для того, чтобы наше сало, так скажем, отдало свой жир. Такого тоже надо? Это мы позже нарежем. А сколько мы должны ложить? Ну, раз на такой казан, ну, наверное, грамм 200 нам нужно будет. Да, ты уже почти 100. Да. И для того, чтобы у нас не подгорело всё, да, изначально, нам нужно положить хотя бы чуть-чуть масла. Есть у нас вот, я вижу, вот здесь масло. Ну, конечно, смотрите, масло от Фёдоровича. Пробовал такое масло? Так сегодня будем пробовать. Давайте. Фёдорович такой добрый, посмотри, сколько нам масло принёс. Но сразу ложим туда туда масло? Да, сразу. О, какое у нас аппетитное блюдо будет такое прямо насыщенное. Но без масла, Фёдоровича, мы бы, конечно, не приготовили, да, наверное? Или приготовили бы. Ну, будем считать, что... Сальце тоже неплохо, да? Масло мы положили. Масло мы положили. Оно уже, кстати, растаяло. Нам необходимо сейчас вот его ещё маленько так сделать, чтобы он разошёлся по дну. И потом мы уже ложим сало. Ну, я думаю, хватит. Хватит, да. Сала свежего хватит. Теперь нам нужно чуть-чуть копчёного для запаха, так скажем. Но мы его будем ложить... Поэтому мы попросим... Маленько позже, да. Я бы вас попросил... Да. Нарезать лука. Да без проблем. Одну большую головочку. Без проблем. Лук. Сейчас я режу лук. Дмитрий, кубиком резать лук? Лук лучше кубиками, да. Обычно я режу... Не мелко? Полукольцами? Нет. А, ну могу полукольцами. Нет, давайте раз уж начали. Да. Так, а я начну резать шампиньоны. Шампиньоны нам нужны свежие. Ага. Так скажем, они нам придадут тоже определенный, так скажем, запах. Ага. Потому что, то есть, кулеш вообще это не каша. Кулеш это, так скажем, полукаша, полусуп. Почему? Почему такой? Потому что, ну, сами понимаете, да, в полевых условиях там готовить первое, второе, это очень-очень сложно, да. И поэтому данное блюдо заменяет... Два в одном. Два в одном, да. И суп, и кашу. В общем, есть и бульон там, и есть каша, которая, да, или как она будет выглядеть. В общем, я сейчас посмотрю, как это будет. Очень интересно, заманчиво. Ну, что ж, уважаемые телезрители, записывайте рецепт, очень интересно, от Дмитрия, от нашего атамана. Пусть в вашем блокноте украсит этот рецепт. Дмитрий, мы лук позже будем погружать в нашу садинь? Да, нам нужно, чтобы сало тоже у нас отдало свое, так скажем, жирок. Затем мы бросаем лук. Лук у нас через некоторое время, как мы только бросили, мы бросаем копченое сало, для того, чтобы оно у нас не полностью растаяло, но чтобы тоже было. Так, ну, сало у нас уже подрумянилось, так скажем, сильно, сильно тоже превращать его у шкварки не надо, потому что это будет, как бы, уже не то. Сейчас мы бросаем копченое сало для запаха, так скажем, потому что копченое, сами понимаете, дает, то есть запах копчености разыгрывает аппетит. Ну, понятно, конечно. Лук, Дмитрий. Лук, да. Ну, сейчас мы кидаем шампиньоны наши, то есть мы не ждем, пока они у нас превратятся, так скажем, в воду. Мы через несколько, так скажем, секунд уже можем кидать наш лук. Лук. Кидаем лук. Лука должно быть достаточно, то есть лук тоже. Имеет свою роль, да? Да, он отдает воду свои тоже. Раньше в полевых условиях использовали вместо лука черемшу, то есть на Дону тоже есть. Конечно, если на природе, да. Ну, опять же, черемша же не всегда? У нас в Бурятии используется мангир, раньше использовался. Как еще раз? Мангир, это полевой лук. Ага, полевой лук. Тунгусский. Так, Дмитрий, ну, на самом деле, готовить я вижу, что умеешь, да. Чувствуется прямо. Я люблю готовить, так сказать. Да, видно, 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 видно. Это очень хорошо. Когда человек душой готовит, у него всегда все получается. Ну, я вижу, что это твое фирменное блюдо, наверное, да? Ты постоянно его готовишь. Или есть еще ключи? Вы знаете, многие не подозревают, да, что в повседневном обиходе готовить те или иные блюда, они косвенно относятся к эти блюда казачьим. То есть, то же самое, картошка с фаршем, да, казачье блюдо. Та же лапша домашняя, да, с фаршем, с тем же, с мясом, тоже это блюдо казачье. Но в основном казаки же у нас, как, так сказать, люди-государьи были, да, и жили на границах, охраняли, так скажем, рубежи нашей родины. Ну, и, а в основном, селились вдоль рек. Это река Терек, это терские казаки, так сказать, река Амур, это амурские казаки. И в обиходе-то была в основном пища из рыбы. То есть, кулеш, он, по идее, есть и с рыбой. Рыбный. А с рыбой, когда готовишь куляш, вот все ингредиенты то же самое, или здесь что-то... Вместо сала, вместо сала, да, рыба. То есть, вот даже... Мне кажется, уже не так. Даже вот если взять полевой кулеш, да, вот казаки с собой несли вяленую рыбу. Эту вяленую рыбу клались сюда и делали кулеш. Ее можно было съесть также. То есть, все было для того, чтобы не тратить время на приготовление пищи, пополнить свои... Дмитрий, я думаю, что мы еще встретимся, мы еще приготовим с рыбой. Можно соль и перец? Соль, перец, пожалуйста. Смотри, вот здесь есть соль. Отлично. Вот. Четыре перца, да? Да, крышку можете открыть. Да-да-да. Четыре перца. Душистый. Вкусный. Ароматный. Я всегда его так красиво говорю про этот перец. Соль, смотрю, у вас морская, да? Да, морская. Это полезно для нашего региона особенно с дефицитом йода. Ну, вообще в Сибири, мне кажется, все такое мясное, все такое, то, что связано с йодом. Нам еще нужно будет пару, как называть это? Чеснок. Чесночка, да. Неголовок. А вот смотрите. Зубчиков, пару зубчиков. Хорошо, Дим, ты в этом, значит, на природе. А лаврушку когда мы будем бросать? Лаврушку мы будем в конце, и то мы не будем ее оставлять, мы ее положим на несколько секунд и вытащим. А чеснок чистишь, потом бросаешь туда или давить его можно не разрезать на миксточки, его можно раздавить и положить, чтобы это все равно тоже для запаха. Вот так, с шелухой или убрать? Лучше без шелухи. Без. Хорошо. Вот первый и вот второй. Вот так. Да. Пожалуйста. Сейчас мы маленько вытопим водичку, потому что лук нам дал много жидкости, она маленько сейчас у нас вытопится, чтобы не получилось, как сказать. Уже вкусно, уже хочется пробовать, но еще есть некие самые те ингредиенты, которые без него не получатся. Пока у нас готовится, так скажем, заправка, мы можем приготовить зелень, потому что зелень у нас будет... Порезать, да? Порезать, да, зелень, она будет... Количество какое? Все полностью? Можно всю ее, да. Прям всю, да? Да, потому что она ложится индивидуально, то есть каждому блюду она не ложится... А, то есть мы в общую не ложим. Нет. Это отдельная зелень, да? Да, это отдельная зелень. В Абсолюте колбасы Даурия по выгодным ценам. Колбаса дачная вареная 500 грамм 55,82. Сосиски любимые 109,99 за килограмм. Колбаса чесночная полукопченая 350 грамм 57,26. Сдерживаем цены для вас. Абсолют. Откройте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии везете? Конечно, витоноски делаю. По гостю. Натурально очень вкусно. И все, думал. Сами будем есть. Федорыч. Сделано в Бурятии. Сделано с душой. Вместо сала можно использовать любое. То есть, можно использовать мясо, свинину. Можно использовать окорочек. Можно использовать ту же рыбу. Можно использовать даже без сала. Это все можно сделать. То есть, это блюдо мы, вот наша станица, да, городская, Верхнеудинская. Мы данное блюдо готовим в большом, в казане, на кругах. То есть, когда у нас проводится круг, мы делаем вот это блюдо. То есть, оно готовится быстро, оно сытное. А часто вы проводите уже? У нас два раза в год проводят круг. Так, а вы мне в этом году уже сделали? Первый был уже круг. Да? Так, а следующий вы позовете меня? Хорошо. Я хочу попробовать именно из большого казана. Как вообще готовится? Я могу, то есть, пользуясь случаем, я могу, кстати, вас пригласить и телезрителей на Красную Горку, которая будет проходить на Казачьей пристани, это улица Подкаменская, это в центре города. Это когда будет? Это будет 19-го числа, воскресенье. Вот. Да. Ага. Будут, мы будем готовить кулеш обязательно. То есть, это праздник, это большой праздник, Красная Горка. Так, Дмитрий, вот мы положили пшено, да, и сейчас что? Она будет томиться в этом вот сальце, да, вот? Нет, необходимо сейчас добавить воду. В воду. В воду желательно. В кипяченую. Кипяченую желательно, чтобы она вот только-только она скипела. В воду нужно количество в 2,5 раза больше, чем мы добавили пшена. То есть, если мы добавили 1 стакан пшена... Ага, давай со стаканом сразу начнем, потому что ты привык, наверное, со стаканом, да? Нет, я делаю все на глаз. А ну, на глаз делай, давай я вот положи, потому что горячее. Потому что, как бы, без стакана, но... Ой, если что, мы нам еще добавим. Да, нам никто не мешает еще добавить. Конечно, конечно. Теперь оно должно закипеть, наше блюдо. Мы же ничего не будем резать больше. Как только закипит, мы, по идее, то есть, мы должны его поставить в духовку, томиться при температуре 180-200 градусов, где-то минут на 20-30. Еще вот, как бы... Ну, я думаю, что пора уже закрыть крышкой, да? Закрываем крышкой, и пусть она пока томится, даже не томится, а просто кипятится. Ну что ж, подождите, подождите. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа! О, красота-то какая. Дмитрий, как вы думаете, лаврушка одна, дверь, сколько положить туда? Три. Три. Три, бери, два, убери, одну положи. Одну оставь, одну оставь. Так, Дмитрий, лаврушку погружаем. Мы ее опускаем. Опускаем. На время. На время. А потом вытаскиваем. Да, потому что она потом будет уже горчить. Нам она нужна для запаха. Знаешь, какие тонкости есть, уважаемые телезрители. То есть мы что сделали? Два вида сальса. Один копченый, а второй свежий. Пшено, лук, соль перец, грибы, лаврушку, но лаврушку нужно вытащить, вот видите, буквально чуть-чуть, да? И чеснок. Чеснок мы продавили, это положили туда. Можно выключить. И можно выключить. Наше блюдо готово. Готово. Да? Для приготовления казачьего кулеша вам потребуется свежее сало, копченое сало, лук репчатый, масло сливочное, шампиньоны, пшено, зелень, чеснок. Вы даете, то есть нам его пробовать, атаман? Конечно. Давайте приступать будем к раздаче. Давай, к раздаче. Пока мы все это выкладываем в нашу чашу, мы же можем полностью, да, его? Да, да, да. Это как общее блюдо, да? Да. Как вкусно пахнет. Она у нас маленько получилась, как... Кошарое. Как второе, да, то есть маленько передержали мы в духовочке, оно, по идее, должно быть... Но я понял, что здесь еще пол каши. Да, 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 да. Дмитрий, это очень красиво выглядит, аппетитно будет выглядеть, когда мы зелень, наверное, добавим. И по вкусу, кто сметану, кто майонез, уже добавляют сами. Да, конечно. Сметаной подаем, да? Да. Зелень. Обязательно. Сейчас мы сделаем зелень. Так. Зелень. О, как красиво. Как? Сначала глазами кушаю, да, потом пробую, да? Но я думаю, что очень красиво и аппетитно смотрится наше блюдо, да? Это же для компании. Да. Можно сделать вот так. Дмитрий, ну, пока я выкладываю сметану для нашего замечательного блюда. Вот, скажи, пожалуйста, вот ты же атаман, атаман, станицы. Вот. Целых 50 человек, да? Как бы... Сто человек. Сто человек. Вот. И атаман – это тот человек, который все слушается, да? И... Батька. Батька. Да. Вот как батька, но старший. Нет, почему старший? У нас есть совет стариков, который старший. Но выбор... Нет, совет стариков, ты имеешь в виду, что вот этот по возрасту старший? Да, кому больше 60 лет, и из них выбирают совет стариков. И атаман тоже подчиняется старшему? Нет, все подчиняются в станице атаману, а старики, они чтут наши традиции. То есть, если старик встал, все, все молчат. То есть, он должен объяснить, в чем неправильно я сделал, или еще кто-то что-то неправильно сделал в этом плане. Да? Да. Дмитрий, на мой взгляд, наши блюда получились замечательными. Вот честно, я сегодня буду впервые пробовать пшено. Но в таком виде я уж с удовольствием его буду пробовать. Сейчас, чуть погодя, мы его попробуем с нашими операторами, потому что они тоже не с терпения хотят уже пробовать. Уважаемые телезрители, посмотрите, как красиво у нас все это получилось. Мы сделали... Просто положили сметану обычно, а в другом я просто добавил зелень. Не помешало бы еще сюда еще чеснока. Может, кому-то нравится вот такой, да, соус. Вариантов очень много. Да. Я бы хотел преподнести вам подарок. Спасибо большое. Чтобы его преподнести, я должен надеть головной убор. Так, подарок. Спрятал я его от вас. О, это что такое? Это нагайка казачья. Это, так скажем, символ мужества, потому что казаки, они все живут с мужеством и верой. Так что это владейте. Владейте. Впервые мне вот такое, вот, такое настоящее, вот, я не знаю, вот, ну, просто у меня, вот, честно, вот, сейчас я его держу и чувствую себя атаманом, вот, на самом деле. Спасибо. Да, спасибо большое. Очень красивый подарок. И, честно, она украсит, наверное, ну, в дальнейшем, я не знаю, его куда поставлю. Но, очень приятно. Не знаю, что, одни эмоции. Давай, пусть пока здесь будет, это замечательный подарок. И, знаешь, Дмитрий, на самом деле, очень было приятно с тобой приготовить, на самом деле, вот, вот это замечательное блюдо. Старинное, такое вкусное, насыщенное, мужская, чистая еда. Попробуйте у себя дома, радуйтесь своих близких. Ну, и на этой ноте я хочу вам пожелать приятного аппетита. И я, ваш Ервант Борисович. Откройте чемодан, пожалуйста. Окей, без проблем. Вы что, масло из Бурятии везете? Конечно, ведь нанос ты делай. По гостю. Натурально очень вкусно. И все, думал, сами будем есть. Федорович, сделано в Бурятии, сделано с душой. Пора пикников и вкусных шашлыков на столах! В Абсолюте маринованный шашлык и свинины 1 килограмм всего 199 рублей. Кетчуп Балтимор 29,90. Вода 5 литров всего 35 рублей. Абсолют желает всем солнечных дней и сочных шашлыков! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин